Итак, еще раз добрый, добрый, добрый вечер. На связи семья Селезневых. И еще разочек давайте, друзья, для тех, кто уже в нашей комнате, комната наша наполняется, это очень радостно. Проверим нашу связь. Давайте дружно поставим десяточки, если все отлично. Если у кого какие-то там перебои, шумы и так далее, тоже оцените по десятибальной системе. И мы, друзья, начинаем. Очень интересную тему. Первые шаги в бизнесе Армель – это как азбука. Иногда бывает так, что люди, уже находясь достаточно долго в бизнесе, никак не могут сдвинуть свой бизнес с мертвой точки. А все потому, что не знают основы основ, как говорится, азбуку. Не научишься элементарно грамматики, да, не научишься азбуки, и не сможешь читать. Поэтому мы сегодня как раз затронем первые шаги. И вместе с моей дорогой супругой Олесей Селезневой мы подготовили для вас этот вебинар. Надеюсь, для вас он будет интересен. Итак, я вижу, что десяточки поставлены, поставлены. Даже Татьяна Курсунцева поставила там один миллион. Очень здорово. Отлично. Итак, мы начинаем. Друзья, всем привет. Я думаю, что еще не совсем все зашли на вебинар, кто хотел. И в связи с этим хочу спросить вас, те, кто сейчас находится в чате, поставьте, пожалуйста, пятерки, кто совсем недавно присоединился к бизнесу и еще совсем-совсем новичок. Либо напишите ваши квалификации, в каких вы квалификациях находитесь на сегодняшний день. Так, ждем ваши ответы. Екатерина написала два месяца. Здравствуйте, Нина. Так, два месяца. Ну, Екатерина, вы практически новичок. Так, отлично. Есть ли у нас еще новички? Нина Павлова новичок. Отлично. Татьяна. Два месяца тоже. Так, прям еще ждем, вот кто-то пишет. Так, ну что ж, либо кто-то еще стесняется писать, либо какая-то задержка связи. Я так понимаю, что мы затрагиваем сегодня очень-очень актуальную, важную тему. И для вас буду стараться сегодня быть максимально полезной в плане доступности информации. Если у вас будут в процессе какие-то вопросы, вы можете писать их в чат. Я обязательно буду по мере возможности на них отвечать. Либо в конце иду время на вопросы. Итак, вот мы с вами пришли в бизнес. Как правило, многие думают, такой поток большой информации. Начинают смотреть различные школы, залазят в интернет, путаются в информации. Пожалуй, получается в голове такой, скажем так, винегрет. И очень многие люди изначально пугаются. А смогу ли я? А получится ли у меня это? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому знакома ситуация. Может быть, вы даже были в ней, уже столкнулись с этим. И хотите, скажем так, поэтапно разобраться, что же нужно поэтапно делать, чтобы получить результат. Есть друзья такие у нас в чате? Так, ждем. Видимо, небольшая задержка связи все-таки есть. Хотелось бы знать. Так, всегда такое ощущение, но во всем разобралась. Так, отлично, Екатерин, спасибо. Ну, смотрите, что я предлагаю, да, в каком формате разобрать сегодняшнюю тему. Мы с Владимиром, когда мы готовились к сегодняшнему вебинару, у нас всегда, знаете, происходит аналогия бизнеса и жизни, да. Мы очень часто любим сравнивать наш бизнес со спортом, да. То есть какое количество действий нужно сделать, да, чтобы получить результат. Также и сегодня перед нами встала картина построения дома. Мы, кстати, недавно сталкивались с такой темой. Мы в прошлом году начали строительство загородного дома, кстати, из денег, заработанных непосредственно в компании Армель. И провели такую яркую аналогию, что вот есть мечта, да, вот есть цель, дом. А с чего начать-то, да. И также вы сейчас пришли в бизнес, у вас есть какие-то планы, амбиции и вопрос, с чего начать, да. И вот мы предлагаем наш бизнес сравнить с началом строительства дома. И, ну, даже не буду такой вопрос задавать, да, с чего начинается строительство дома, конечно, вы мне все ответите. Выкапывается яма и строится фундамент, правильно? То есть мы закладываем фундамент. Вот фундаментом в нашем бизнесе является такой очень важный кирпичик. Это убежденность в MLM-индустрии в целом и в компании Армель. Друзья, как вы думаете, для чего это важно? И здесь я хотела бы дать вам такую конструктивную точку зрения мужскую, и вам пару слов скажет Волода. Ну что ж, включаюсь я в беседу. У нас будет такой передача эстафет. Я думаю, что для вас это будет тоже определенно интересно, не монотонный диалог, как бы, да. Вот. Да, очень важным элементом является именно убежденность в MLM и в компании Армель. Без этого не бывает крепкого фундамента. Вы знаете, чтобы построить, ну, маленький домик, ну, достаточно, скажем, простой фундамент, можно иногда даже и не ставить его на фундамент. Но насколько он долго простоит, да. Если вы хотите построить небоскреб, надеюсь, вы все амбициозные люди и пришли сделать большую карьеру хорошими доходами, то для этого вырывается очень глубокий ров, да. И делать очень крепкий, надежный фундамент для того, чтобы стартовать. Потому что будут разные ветра, дожди, какие-то заморозки, какие-то еще другие обстоятельства, землетрясения. И весь, вся эта конструкция дома должна выдержать. Поэтому в нашем бизнесе успехи, вот для того, чтобы, когда вы будете строить свой собственный бизнес, на река сталкивались уже с какими-то возражениями, возможно, с каким-то непониманием, там, другой какой-то критикой в адрес того, чем вы занимаетесь. Да, у вас должна быть именно убежденность, что MLM – это для вас отличный инструмент и, соответственно, была просто непоклебимая уверенность в том, что вы на правильном пути в сотрудничестве с компанией Armel. Итак, давайте разберем, что же такое MLM вкратце. Об этом говорить можно, скажем, часами и можно посвятить это не один вебинар. Но мы просто… Хочу вам донести свою точку зрения, что это очень серьезная, быстро набирающая сейчас обороты индустрия. Вот. Она достаточно молода, да, относительно других бизнесов. Ей всего около 60 лет. Но она показала в настоящих реалиях очень большую эффективность. И при, скажем, те заводы-производители, которые производят какой-то качественный продукт, у них все больше и больше возникает желание продвигать свой продукт посредством MLM. Почему? Потому что благодаря MLM мы имеем, во-первых, качественный продукт, который, ну, невозможно подделать. Это просто система продвижения продукции такова, что нет, ну, скажем, слабых мест, где можно какой-то левый продукт запустить и, ну, его продвинуть через MLM. Это просто невозможно. Вот. Также, занимаясь MLM, то мы получаем очень хорошую картину. И особенно сейчас это любят разорившиеся предприниматели, традиционные предприниматели малого бизнеса, да, где они утонули в каких-то налогах, взятках, в каких-то арендах, в воровстве сотрудников и так далее. То есть сейчас они уходят от этого, и вот эта система MLM, она очень сильно подходит, потому что она решает все самые главные боли, а задача наша очень проста – доносить информацию о компании, о продукте, давать пробовать и формировать клиентский баз, создавать товарообороты. Вот. Это вот вкратце. Ну, и, соответственно, у вас должна быть просто неприколепимая уверенность в компании Armel. Мы в очередной раз буквально месяц назад ездили, скажем, в центр, головной центр компании и встречались с президентом, с его семьей, провели два шикарных дня, где еще раз получили огромную убежденность в том, что Armel – это настолько надежный наш партнер-инструмент с компанией, с которой можно действительно сотрудничать, идти в долгое плавание. Почему? Потому что мы увидели растущий штат, мы увидели масштабы, мы даже единственный из дистрибьюторов, нам компания доверила, мы побывали на заводе, где производят наш любимый кофе, да, который мы пьем. Вот. И это все еще раз вдохнуло в нас такую железобетонную уверенность, что мы на правильном пути. Поэтому мы нисколько не сомневаемся в том, что именно Armel, да, и именно индустрия MLM – это то, что нам нужно, и с этого мы построим большой наш вот этот дом, да, под названием «Наш бизнес», который нас приведет к хорошим результатам. Да, друзья, на самом деле вот именно внутренняя убежденность, она позволяет вам звать людей именно на идею. Немножко я отвлеклась на чат, пишут, ну, Редин, почему только звук? Потому что у нас идут слайды, если вы заходите с телефона, возможно, вам нужно переключить, да, кнопочку, чтобы была доступна презентация, поэтому видео мы не включаем. Вот. Продолжаю, да, по поводу убежденности. Это все равно, что вот каждая мама, каждый папа, то есть каждый родитель, да, знает, что их ребенок для них, он самый лучший, да, и если вдруг кто-то начинает там сравнивать ваших детей, а еще хуже там, ну, говорить что-то плохое, нелестное в адрес там ваших детей, включается такой инстинкт родительский, вы начинаете защищать, да, почему это происходит? Да потому что вы убеждены, что ваше чадо, оно самое лучшее, да. Есть такой момент, вот точно такая же убежденность у вас должна исходить внутренне, даже если вдруг у вас нет пока результата, но у вас есть убежденность, у вас горят глаза, у вас есть внутренний посыл и уверенность того, что вы в нужном месте, в нужное время, люди это интуитивно считывают, и они идут за вами, друзья. Так было у меня, это я говорю вам из собственного бизнеса. Ну, а мы двигаемся дальше. Следующий кирпичик, следующее звено в нашем фундаменте, да что ж такое так, это такой важный тоже пункт, как принять ответственность за свой результат. Да, что это такое, что мы здесь подразумеваем? Мы подразумеваем тот момент, что нужно отключить потребительскую точку, потребительское мышление, да. Вот, смотрите, вы пришли в бизнес, вы бизнес пришли для себя. Очень часто люди в своем неуспехе начинают винить, да, кого-то. Виновата компания, виноват спонсор, виновата еще что-то, да, но только не я. В жизни тоже так же бывает. Есть люди, которые, знаете, я так их называю, жизнью обижены, и у них позиция жертвы. Вот все мне должны, я такая бедная, несчастная, и вообще все плохо, да, государство плохое, президент плохой, муж плохой, соседка плохая, учитель в школе плохой и так далее, начальник. То есть, понимаете, это позиция, когда мне кто-то что-то должен. Я предлагаю взять позицию, я приняла решение, и я ответственен или ответственна за то, что я говорю. Это бизнес, понимаете, вы приходите не для кого-то, вы приходите для себя. И я изначально с первых шагов приняла для себя такое решение и поняла, что если мне что-то непонятно, если я в чем-то хочу разобраться, я обязательно найду ответ на свой вопрос. В этом мне помогали вышестоящие спонсоры, причем я могла написать, позвонить абсолютно всем, да, кто, по моему мнению, кто, вот я считала, что мне может помочь. Поэтому не ждите, когда, допустим, вам спонсор скажет, ну что же ты там, дорогой-дорогая, сидишь. Мы никогда не понимаем, что в головах у партнеров, да. Мы не знаем, что вам сейчас нужно. И, соответственно, в выстраиваемом отношении как? Мы заключаем, скажем, такой моральный контракт, что я беру ответственность за твой результат, но ты должна тоже что-то делать, да. Нужна сильнейшая самая мотивация, да, полностью согласна с Натальей. Мотивация, она у всех разная, да. У кого-то это закрытие кредитов, у кого-то может быть покупка жилья. Для нашей семьи самая сильная мотивация – это наши дети. Когда они что-то просят, что-то хотят, для нас это сильнейший мотиватор встать с дивана и пойти что-то делать. Поэтому начинаем, друзья, себя. Приняли решение, взяли за него ответственность, потому что бизнес делать нужно не на словах, а на деле. Вот. И, соответственно, с таким настроением идём, да. То есть вот наш фундамент – это два основополагающих кирпичика, таких как убеждённость, убеждённость и принятие решения. Когда внутри вас сидит понимание, зачем, для чего и как, вы можете за собой повести огромное-огромное количество народа. Согласны? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Проверим обратную связь, потому что я увидела, что в комнату вошло большое количество участников, да. Не по той ссылочке были первые у нас люди зашли. Всё, плюсики пошли. Отлично, супер. И мы тогда двигаемся дальше. Фундамент мы заложили. Начинаем строительство нашего дома. Мы можем запланировать себе разное количество этажей, но если наша убеждённость настолько сильна, что нас не сломить, мы можем построить небоскрёб, да. Вот. Но на самом деле для нашего бизнеса нужно не так много этажей. И вот первый этаж в нашем доме – это стать фанатом бренда. Что значит стать фанатом бренда? Всё, друзья, начинается с личного потребления, да. Когда вы приходите в компанию, первое, что я советую своим партнёрам – возьми продукт, попробуй, чтобы у тебя сложилось своё собственное представление о духах, о линейке wellness, о кофе, о косметике. Потому что то, что доносит вам кто-то, это мнение чьего-то, да, человека. Но я всегда говорю, друзья, мы с вами взрослые люди, и, соответственно, мы с вами привыкли принимать решения сами, ну, достоверись каким-то фактом, да, что-то попробовав, точно так же, как мы в магазин приходим, там нам дали попробовать, ну, не знаю, кусочек колбасы, да, мы купили вот на рынке, к примеру. Здесь то же самое. Мы не сможем рекомендовать продукт, а у нас бизнес именно строится на рекомендациях, да. У нас такая система продвижения продукта. И если нам что-то не нравится, как это можно рекомендовать, согласны? И сейчас тоже хотели бы вам привести один пример из жизни, с которым мы сталкивались на пути, так скажем, к нашему результату, да, Володь? Ты расскажи пример. Итак, ребят, очень важный момент, да, вот фанатам бренда, чтобы вы прекрасно понимали, что это не значит быть зомбируемым, и даже если вам не нравится продукт, вы как сумасшедшие просто вот, я не знаю, говорили о нем. Нет, конечно же, потому что все мы адекватные люди, и, к сожалению, многие не будут с нами строить бизнес только потому, что им наш продукт какой-то не подходит. Но, к сожалению, ну, к радости, в нашей компании есть достаточно широчайшая линейка продукции, на которую, в принципе, можно, скажем, на одном направлении строить этот бизнес. К примеру, есть у нас шикарная косметика декоративная. Если бы у нас только декоративная косметика была, понятно, что я в этот бизнес бы не вписался и мог бы стать фанатом нашего бренда Armel, потому что, ну, декоративная косметика мужчин не пользуется. Или, например, кто-то, ну, просто категорически не переваривает кофе. Но есть шикарная линейка духов, там, средства по уходу за дом и так далее. То есть можно среди вот этого ассортимента выбрать ту линейку и, ну, просто поймите, если то, что вам нравится, то, что вам нравится, то, что вы действительно полюбили и будете пользоваться и видите реальную выгоду по цене и качеству, то у вас будет больше всего продаваться. Это, ну, закон. Вот напишите, пожалуйста, прав я или нет. У вас продается то, что вы больше всего любите. Вот если да, поставьте пятерочки и поставьте десяточки те, кто, ну, есть какой-то продукт, который, ну, вы терпеть не можете, но у вас лучше всего продается, если есть такие вот. А мы посмотрим. Интересно. Пятерки. Марина, Татьяна, Юля. Пятерки. Пятерки. Вот об этом и говорю. В моей жизни была такая интересная практика. Заходила на российский рынок молодая компания, российская. И, понятно, всегда руководство ищет активных лидеров из других компаний и, соответственно, их привлекает, ну, скажем, ну, для того, чтобы принять участие в развитии бизнеса. Потому что очень важный момент – бизнес двигают лидеры, активные, целеустремленные люди, которые умеют организовывать процессы. И, ну, кто-то порекомендовал меня, президенту одной из компаний, и этот президент оплатил мне дорогу, самолет в Москву, проживание, для того, чтобы я познакомился с продукцией этой компании. Ну, и, соответственно, предложил очень выгодные условия заходить на старт этой компании. Я прилетел, мне было интересно, потому что был очень интересный маркетинг, интересная была идея, философия, но когда я прилетел и познакомился с продуктом, я понял, что я этот бизнес продвигать не смогу при всех тех, скажем, интересных условиях, которые, ну, мне предлагал сам президент этой новой MLM-компании. Почему? Потому что тот продукт, который был в компании, просто, ну, я не смог. Это была продукция, связанная со здоровьем, биологические темы добавки, вот, и этот продукт, ну, был основан на водорослях разного, разные баночки, разное предназначение, но это основа основ. Вот есть люди, которые любят, например, морскую капусту, кто-то не любит морскую капусту. В общем, в итоге вот эти водоросли, да, ну, просто в исполнении продукта он просто не пошел. Я сначала не поверил, я прилетел домой, я попробовал дать жене попробовать, вот, попробовали какие-то продукты, дали детям. И когда мы поняли, что этот продукт просто нам не, скажем, не потреблять самим, то есть мы не можем полюбить этот продукт на регулярной основе употреблять, я просто понял, что я при всем уважении не смогу продвигать этот бренд, этот продукт, но это не значит, что эта компания не зашла на рынок, она зашла на рынок и нашла свою целевую аудиторию, и есть люди, которые пользуются этим продуктом, любят этот продукт, получают результаты, и компания сейчас до сих пор, скажем, существует, не так активно развивается, как, скажем, компания Armel, но к чему я говорю? О том, чтобы понять, скажем, на берегу, будете готовы двигаться в этом направлении или нет, строить свой бизнес в месте компании Armel, нужно просто действительно полюбить продукт, который есть в этой компании. Вот, друзья, напишите, пожалуйста, вкратце, да, просто одно, какой ваш самый любимый продукт? Если парфюм, просто номер напишите, если вы любите кофе, напишите кофе, если любите там средства по уходу за дом, напишите, мы просто посмотрим, какой продукт, какую линейку больше всего любят наши партнеры. Так, вот кто-то пишет весь, ой, все нравится. Друзья, вот Екатерина, просто идеально для этого бизнеса, потому что, ну, реально, у тебя есть большие возможности, Екатерина, потому что если тебе нравится все в этом бизнесе, то тебе легче, гораздо будет продвигать всю линейку продукции, у тебя будет больше рычагов, инструментов, нежели те, кто просто, ну, любит только духи какие-то там, да, или, возможно, там ограниченную линейку нашей продукции. Так, и остальное, все, духи. Из того, что пробовал, нравится все, отлично. И у Юли тоже шикарная возможность здесь очень сильно преуспеть. Кофе, духи, бальзамы для тела, помады, ну и так далее, полный ассортимент. Здорово, ребят, я очень рад, что большинство из вас пишут, что вам нравятся реально все продукты. И это действительно так, потому что, ну, скажем, когда мы общались с президентом, мы еще раз убедились в том, что он со своей супругой видит концепцию развития нашего бизнеса, выводить на рынок только качественные продукты премиум-класса по низкой цене, друзья. Это очень хорошая, скажем, такая ситуация, скажем, хорошая тенденция, да, которая позволяет нам очень здорово продвигать качественный продукт по очень конкурентной цене. Ух, я же прям сама замотивировалась, прям хочу пойти ароматом пширкнуться. Вот. Ну что, второй этаж, первый этаж мы построили, переходим ко второму этажу. И второй этаж – это очень важный пункт. Это уже вовлечение в процесс рекрутинга и такое, может быть, кому-то надоевшее слово – база контактов. На самом деле все банально просто, друзья. Вот если подойти с позиции не, скажем так, потребителя, а именно с позиции бизнесмена, да, любой бизнес, он требует вложений. Ну, думаю, что это неоспоримо, да. Момент, сколько этих вложений нужно. Вот наш бизнес идеален в том, что наш бизнес не строится деньгами, он строится людьми. И я всегда тоже партнером, вот вижу, мои партнеры сейчас тоже находятся в чате, не дадут соврать. Я говорю, представь, каждый человек – это тысяча рублей, инвестированных в твой бизнес. Захотела ли бы ты написать список в 200, 300, 400, 500 человек? То есть чем больше людей изначально вы себе пометили, да, в голове, с кем вы можете поговорить на эту тему, это ваш капитал бизнеса. Написали 5 человек, инвестировали бизнес на 5 тысяч. Простите, у меня тогда вопрос. Какой бизнес вы можете запустить на 5 тысяч рублей, если вы сейчас начинаете какой-то традиционный бизнес? Я вам могу сказать, что можно даже не начинать. Лучше пойти эти 5 тысяч рублей, ну, не знаю, что-то себе купить, порадовать себя. Ну, не построится бизнес, да, такими вложениями. Традиционный. Традиционный. У нас можно. Да, у нас можно. Я сейчас говорю про традиционный бизнес. И, соответственно, база контактов – это очень важный момент, потому что, скажу про себя, я начала сразу, ну, когда увидела для себя потенциал в компании, я начала очень активно свое свободное время занимать этим процессом, процессом рекрутинга. Когда вы знаете, как это работает, вы просто начинаете кайфовать. Вот сегодня, друзья, у нас уже полдесятого, мой рабочий день начался с 9 часов утра, а это значит 12 часов, да, и я сейчас говорю на позитиве. У меня не села моя батарейка. Знаете почему? Почему? Потому что я сегодня в первую линию зарегистрировала трех человек, трех человек, которые заинтересовались бизнесом. Я им сделала маленький запуск, я их поздравила. И вот от этих эмоций наполняюсь эмоциями я. Сейчас я провожу вебинар и заново воодушевляюсь, потому что я понимаю все перспективы. Спасибо большое, Татьяна, за поздравление. Соответственно, когда я начинала, у меня мой список ежедневно я пополняла на 20 контактов. Это не значит, что вы обязательно должны это делать 20 контактов. Вы можете выбрать для себя свой темп 2, 5, 10, 15 человек. Просто, смотрите, наш бизнес, он статичен. Статистика – вещь серьезная и упорная, да, настырная, так скажем. Просто я люблю посчитать. Вот смотрите, если вы каждый день пополняете свой список на 20 человек, даже если мы возьмем 5-дневную рабочую неделю с двумя выходными, в неделю ваш список будет пополняться 100 людьми. Какова вероятность, что из 100 человек вам все сказали нет, никто не пользуется духами, никто не пьет кофе, никто не красит ресницы, никто не моет посуду. Ну, вероятность равна нулю, да. Найдутся люди, которым что-то будет интересно. И здесь, опять же, все банально просто. Срабатывает статистика. 20 на 80. 80% не заинтересуются, 20 заинтересуются. Хотели бы вы, чтобы стать людей, 20 интересовались продуктом и бизнесом? Я хочу. Но чтобы эти 20 появлялись, нужно 100, скажем так, перелопатить, да, сделать им предложение. И очень люблю называть цифру за месяц. В месяц у нас 4 недели, 100 умножайте на 4, 400 человек в месяц слышали от меня о компании, о возможности, о продукте. Друзья, поэтому в первом месте я зарегистрировала 26 человек. И сейчас я нахожусь в стадии, когда я поставила себе новую планку. Почему я? Мы же совместно с Володей строим этот бизнес, да, у нас амбициозные планы. И знаете, нам поспособствовала эта встреча с Вячеславом, потому что мы как будто бы, вы знаете, вот был результат. Мы нырнули и поплыли. И плыли так долго в зоне комфорта. Мы вот расслабились и плыли на спине, получали удовольствие. А сейчас мы как будто по-новому взглянули на эту возможность. Вот когда мы пока увидели реально перспективы, у нас, знаете, как будто мы вынурнули вот так, кислород, вдохнули и говорим, блин, а можно же плыть дальше. Греби, греби. Греби, да. И мы, и вот понеслось. Я уже, как только мы вернулись с отдыхом, подключила в прошлом месяце троих новичков. Это был буквально конец месяца. Вот. В этом месяце я не хочу сбавлять темп и рекомендую, друзья, вам. Мы сейчас входим в стадию роста. Вот как вы войдете, вот как ракета, да, как самолет, который набирает, разгоняется перед взлетом. И я так плавно опять к мотивации перешла, да. В этом помогает база контактов. Друзья, вспоминайте, это ваша инвестиция. Хотите вы ввести список, не хотите, но это работает. Как ввести базу контактов в ваших личных кабинетах, в разделе документы, файлы, есть примерная таблица. Вот когда мы начинали этот бизнес, такой таблицы не было. Мы составляли ее сами для удобства. Но вы знаете, когда она появилась в компании, мы так с Володей сказали, yes, мы это делали правильно. И понимаете, когда совпадают два вектора, да, вот то, что компания говорит, ты слышишь, у тебя получается, прям вот получаешь драйв. Поэтому кто еще не видел этот список, вы можете обязательно, вернее, обязательно посмотрите и ведите списки с учетом рекомендаций нашего директора по маркетингу. Александр Шудегов – это человек информация, человек ум, и человек с опытом работы почти 20 лет в индустрии. Мыло им друзей, им можно доверять. И если этот человек что-то говорит, я обязательно внедряю. Двигаемся дальше. Нам нужно строить дом, а время идет. Проближается зима, и чтобы нам крышу-то успеть построить, да, нам нужно двигаться дальше. Третий этаж – это включение в систему. Друзья, любая организация, любая серьезная фирма, она действует тогда, когда есть порядок. Согласны? Вот когда есть системность, ну, в любой сфере, вот, я не знаю, вы придете там в библиотеку, да, там есть картотека, если бы книжки хаотично стояли, то никто бы не находил нужную информацию, так скажем, да, взять любую медицинскую организацию. То есть если есть порядок, то, скажем так, вы довольны результатом. Если порядка нет, начинаются всякие подводные камни, и потом система рушится. Согласны с этим? Поставьте, пожалуйста, пятерки, кто понимает, о чем я говорю, заодно проверим связь. Все, спасибо, пошла обратная связь. Конечно, все вы согласны. Поэтому, смотрите, внутри ваших команд тоже должен быть порядок. Система. Эта система банально проста. Всего лишь три пункта. Приглашение, встреча, презентация. То есть есть отдельные вебинары у нас, и они будут в рамках кампании и в этой вебинарной комнате касательно именно системы нашей работы. Но, смотрите, я вам в двух словах скажу, что значит приглашение, встреча, презентация. Первый момент – это когда вы звоните человеку и говорите там, слушай, Свет, мне нужно с тобой встретиться, когда ты можешь, на неделе или выходные. Вы назначаете встречу, звонок делаете. Дальше человек приходит на встречу, вы задаете много-много вопросов и много-много слушаете и угощаете нашим кофе. Вы провели встречу, и если человеку интересна ваша идея, если он ищет, скажем так, пути решения своих каких-то проблем, а вы ему предложили такое решение, вы говорите, слушай, сейчас я тебе сказала вкратце, а вот в среду у нас будет в офисе презентация, куда я тебя хочу пригласить, чтобы ты более детально разобралась. И вы приглашаете на презентацию. А после презентации у вас появляется либо клиент, либо партнер. Соответственно, поставьте, пожалуйста, сейчас десяточки, у кого провалился с жетон и кто понял вот этот вот пазлик, из чего состоит система работы в принципе в нашей компании. Нин, есть ли офиса? Нет. Вообще ничего страшного. Я год работала без офиса, даже больше. Встретиться можно в кафе, да? Можно встретиться в парке, пока еще тепло. Мест масса. А презентацию у нас есть от компании. Согласны? То есть все банально просто. То есть если у вас еще не включен процесс в ваших городах и нет офиса, значит, у вас огромная перспектива закрутить процесс, стать лидером в вашем городе и открыть офис. Как вам такая мотивация? Супер, пошли десятки. В кафе у нас прогоняют то, что я достаю папку. Ну, смотрите, если вы заходите в кафе, берете там чашку чая, то есть вы купили, вас никто не должен выгнать. Если вы, конечно, взяли папку и заходите к каждому, кто сидит за столиком, то, ну, к вам могут быть вопросы, да? У меня ни разу не было такого, чтобы я сидела с человеком, общалась, показывала там те же ароматы. Если вдруг даже подошел бахрамик, я сказала, а в чем вообще проблема? Я пришла, отдыхаю, пью чай, а почему вы мне мешаете, да? То есть можно так. Вот. С этим понятно. Пошли от вас десяточки. Двигаемся дальше. Какой у нас этаж идет? Четвертый этаж. Смотрите, мы с вами попробовали продукт, да? Включились в процесс рекрутинга, стали давать информацию, включились в систему вообще работы, да? Начали внедрять эту базу контактов. Дальше у нас с вами появляются партнеры. Вот этих партнеров важно включить в систему обучения. Когда не только вы что-то делаете, много действия, когда вы начинаете себя дублировать. Это называется запуск партнеров в бизнес и внутрикомандное обучение по бизнес-курсу запуск. Это тоже момент, который присутствует в нашей компании. У нас по четвергам, да, в рамках бизнес-курса запуска проходят вебинары. Кстати, в этом месяце я тоже буду давать очень интересную тему в рамках компании Armel. То есть каждый четверг дается какая-то тема. И здесь важно людей, которые приходят для денег, то есть не как партнера, а те, кто хочет зарабатывать деньги, важно включить в этот процесс. Запуск, он процесс такой многогранный, он складывается из индивидуальной работы напрямую, вы и спонсор, и внутрикомандное обучение по бизнес-курсу запуск. С этим, друзья, понятно? Поставьте, пожалуйста, ну давайте семерки. Кто тоже понял, знает, что есть такой бизнес-курс, и вы это будете внедрять. Отлично, пошли семерки, двигаемся дальше. Вот мы и дошли до крыши нам. И видите, мы выделили даже это красным цветом. Это быть в центре событий. Вот я бы фундамент с крышей, это знаете, такое вот перекличка. Это отклик убежденности, это отклик принятого решения и принятой ответственности. Для чего нам нужно быть в центре событий, друзья? Да для того, чтобы прочувствовать атмосферу и окончательно принять решение. Хотите вы быть в этой компании? Хотите вы здесь развиваться? И что для вас станет армель в вашей жизни? Потому что на самом деле же компаний много. У меня сегодня поступило несколько предложений. Меня звали в разные сетевые компании. Предлагают там кто-то зарабатывать, кто-то спам какой-то пишет. Ну, я всегда с людьми общаюсь, мне всегда интересно узнать противоположную точку зрения. Я к чему? К тому, что компаний много. Кто-то приходит, кто-то уходит. Но люди остаются там, где им комфортно и где они получают результат. Согласны? И вот понять, насколько вам комфортно, насколько слова не расходятся с действиями и стратегией компании, вы можете только это прочувствовать, именно когда вы там побудете. Ни один человек не передаст вам... Он может передать слова, он может перекинуть вам, не знаю, слайды, но вы не получите эмоции. Это всё равно, что пригласить человека, не знаю, на день рождения в кафе, он не пришёл, а ты ему начинаешь пересказывать, как там было классно, как вы отжигали в танцах и так далее. Ну, невозможно этот драйв передать, да? Соответственно, ещё раз призываю каждого из вас, все вы люди взрослые, чтобы принять какое-то решение, нужно самому что-то услышать, увидеть, прочувствовать. Согласны? И поэтому ближайшее событие, которое будет, это будет октябрь, совсем скоро, остаётся практически месяц, сегодня 9 число, а 12 октября у нас потрясающее событие, это день рождения компании, где будет море новой информации. Вы увидите руководство компании, вы увидите лидеров, которые в принципе двигают эту тему, да? Вы поймёте, какое сердце у компании, какие этические нормы закладываются. Для меня это очень важно, друзья, то, о чём я говорю, и буду признательна, если пойдут плюсики, если вы согласны и принимаете эту информацию тоже. И, соответственно, второй день – это обучение, это мощное обучение от мощного спикера, да, Радислава Гондопаса, который входит в топ, наверное, лучших спикеров по России. Лучший из лучших, да, в России. Спикеров по лидерству. И вот этого спикера компания приглашает к нам на премиум. Вы знаете, я не хотела бы давать лишней информации, но Вячеслав говорил нам, сколько стоит его гонорар за 8 часов работы. Давайте оставим это в тайне. В общем, можно купить квартиру. Можно купить квартиру, да. И когда я понимаю стоимость билета на премиум, я понимаю, сколько компания вкладывает в наше с вами обучение. И это для меня тоже настолько важно, когда компания заинтересована в грамотных дистрибьюторах, в грамотных лидерах. Поэтому, друзья, в очередной раз призываю, кто не купил билет, примите решение. Вот начните с принятия решения, ответственности и прыгните сразу на крышу. Тогда вы легко построите ваш дом. Прямо чувствую, что Володя что-то хочет добавить. Друзья, мы начали наш вебинар именно с ассоциации, да, что мы часто наш бизнес сравниваем со спортом. И сегодня наглядно показали, ну, вот, скажем, вот этот вот пирог, основной, скажем, основа, через построение дома, да, где есть фундамент, где есть там этажи, где есть крыша. Так вот, хотелось бы также немножко затронуть, чтобы, ну, может быть, до конца прониклись то, что мы хотим передать. И очень важный момент, который, возможно, ну, сделает вас очень успешными в этом бизнесе. Это сравнить еще вот эти события, как, ну, скажем, ну, со спортом, скажем, да. У нас есть профессиональный спортсмен с ребенком, его 7 лет занимается профессионально настольным теннисом. И, ну, чтобы сразу вам показать вот эту идею, да, вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот каждый спортсмен, кто серьезно хочет построить карьеру, мечтает развивать, там, я не знаю, олимпийскую медаль, стать чемпионом мира. Или он ходит, где-то тренируется, но когда, скажем, наступает ответственный момент, чтобы поехать, он туда не едет. Вот как вы считаете? Поставьте единичку, если вы считаете, что каждый, каждый профессиональный спортсмен, который мечтает, он работает на это событие. Он работает, он мечтает, что его труды, тернистый путь приведет к тому, что он когда-то его возьмут в сборную, и он побывает на этом событии. Вот вижу, что единички, вы меня слышите. Так вот, друзья, теперь представьте такую картину. Спортсмен тренируется, достигает каких-то результатов, но его приглашают, например, на Олимпиаду, а он не поехал. Второй раз пригласили на чемпионат мира, а он не поехал. Скажите, станет ли этот спортсмен успешным в своем деле? Будет ли этот спортсмен достигать таких результатов, которые, ну, скажем, какие-то производители захотели бы с ним заключать какие-то дорогие контракты рекламные, где он может зарабатывать большие деньги? Вот как вы считаете? Нет, все правильно. Вот в нашем бизнесе и есть вот это вот центральное событие, как в спорте, это Олимпиада, да, или в спорте, как в чемпионат мира, вот куда просто, туда даже приезжают молодые спортсмены, которых не взяли в сборную, которые, как зрители, приезжают туда для того, чтобы посмотреть уровень, посмотреть на тех людей, которые, ну, достигли результатов, которые соревнуются и достигают хороших результатов, потому что они проецируют на себя, они ловят какие-то фишки, какие-то, скажем, нюансы, какие-то там особенности ведения этого спорта, да, и потом опять идут в тренажерный зал и вернутся и в надежде, что когда-то их возьмут в сборную и они проявят себя и достигнут хороших результатов. Друзья, вот в нашем бизнесе, чтобы быть в центре этого события, скажем, как в спорте, в Олимпиаде или там чемпионате мира, да, не нужно, не нужно ничего разрешения, нужно, ваши, друзья, желание просто понять ценность этого события, купить билет, да, нужно будет потратиться, да, нужно будет договориться там, я не знаю, с мужем, если он не совсем, скажем, рад, чем вы занимаетесь, договориться с бабушками, где вы можете детей оставить, там, я знаю, со школой, там, решить финансовые вопросы, решить вопросы там с отпуском, там, возможно, в работе, где вы там сейчас еще принимаете участие, да, но в любом случае поймите, не один, вот просто вот себе запишите и запомните мои слова просто потому, что это очень важный момент, они, ну, просто сразу вас отрезвят. Ни один человек, который достиг серьезных результатов в малом бизнесе, не пропускает такие события, как премиум, который проходит каждый год в компании, потому что Олеся уже очень хорошо сказала, что там, что вам даст это мероприятие, и если вы действительно хотите зарабатывать большие деньги, да, и достичь результатов, вам нужно быть в центре событий среди лучших, лучших тех, кто уже делает карьеру, кто достиг хороших результатов, на кого вы будете равняться. Поэтому ваш выбор очень простой. Либо вы все понимаете и ищете себе оправдание, остаетесь там, где вы остаетесь. Либо вы изыщете возможности, приедете на это событие и там примите, друзья, решение делать этот бизнес по-серьезному, либо заниматься чем-то другим. Ну, я думаю, что, смотрите, наша задача вас не уговорить, а наша задача дать вам видение. Я думаю, что с этой задачей мы справились на высокий балл. Как раз пролетел ровно час. Друзья, мы благодарим каждого, кто сегодня был на вебинаре и надеемся, что данная информация была для вас полезной. Вы примете правильное решение. У вас разложился вот этот алгоритм действий. И до встречи, да, до встречи на премиум и до встречи на школах, вебинарах и в личном общении. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.